Привет, студент! Ты смотришь Универньюз, а это значит, что прямо сейчас ты окажешься в центре самых последних новостей. Итак, не будем терять времени. С тобой, Аделя Шамилова. Сейчас ты узнаешь. Навстречу медицине будущего ученые и врачи объединяют усилия. Даешь спорт в закон. Какие мы имеем спортивные права? Сказки есть место не только в книгах. Сказочная Алиса попала в деревню Универсиады. В КФУ прошла конференция «Новые подходы в тканевой инженерии». Подробнее в следующем сюжете. Биоинженерия – одно из перспективнейших научных направлений, при помощи которой можно создать новые органы или даже части тела для их дальнейшей пересадки живому человеку. Этим заинтересованы не только популярные ученые, как Пауло Маккиарини, но и молодые специалисты в области медицины. Как раз они-то и стали участниками конференции «Новые подходы в тканевой инженерии». Сегодня подводятся некоторые итоги его исследований за все эти годы, плюс намечаются новые направления, которые будут развиваться, в том числе и на базе КФУ. Один из приоритетных проектов биоинженерии – трахея. Так, например, зарубежным ученым Пауло Маккиарини была пересажена искусственно выращенная трахея, созданная из синтетического каркаса. Кстати, ученые вместе со студентами КФ сейчас работают над своими новыми проектами. До недавнего времени я работал в Краснодарском университете, но здесь инфраструктура лучше, и еще мне нравится, что в Казанском федеральном уникальная взаимосвязь между университетом и университетской клиникой. Анастасия Иванова, Ленардо Влетиаров, Универ Ньюс. Как будет выглядеть медицина будущего? Сколько должно пройти времени, чтобы мы получили лекарства от самых тяжелых болезней? Однозначно, ответ мы узнаем намного быстрее, если врачи и ученые объединят усилия. Как, например, и поступили в Казанском федеральном? Смотрим. Казанского федерального ДНК-диагностики иммунодефицитов и движение в сторону создания в КФУ Центра по диагностике моногенных заболеваний. Это планируется делать совместными силами врачей университетской клиники, ДРКБ и учеными КФУ. Вы знаете, сейчас у нас такое время трансликционная медицина, когда ученые должны встречаться с медиками, и, значит, исследования одних, транслировых других. Я в Японии работаю в таком, в одном из таких местах, где Дарикен, одни из людей работают, специальные подразделения, которые занимаются тем, что связываются с больницами, выбираются совместные направления исследований, запросов этого не хватает. 12 декабря в Институте международных отношений истории востоковедения КФУ прошла лекция посла Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риада Хаддада. Темой его выступления стало «Современное положение Сирии. Российско-сирийские отношения в свете происходящих событий». Как это было, смотри в следующем сюжете. Казанский федеральный славится своим гостеприимством и именитыми гостями, которые каждую неделю посещают стены университета. Так, в понедельник 12 декабря состоялась встреча студента с послом Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риадом Хаддадом. Темой его выступления стало «Современное положение Сирии. Российско-сирийские отношения в свете происходящих событий». Эти отношения – это связь между посольством и вузами. Сирия и Россия являются странами, которые играют особую роль в мировой истории. Сегодня, когда вопросы о военном потенциале государств, их силе и мощи становятся все более актуальным, сирийско-российские отношения приобретают особый интерес для научного сообщества. Риад Хаддад в этот день затрагивал вопрос и военно-политических отношений между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой. Диана Шилова, Тимур Табаров, Универ Ньюс. Что ни минута, то свежие новости. Всемирная сеть продолжает удивлять. Каковы самые обсуждаемые новости Рунета сегодня, расскажет наша традиционная рубрика «Вайп Ньюс». Уникальные метеориты приземлились в Геологическом музее КФУ. Их завещал университету известный ученый и популяризатор космической науки Андрей Станюкович. В дар Геологическому музею перешли 176 небесных тел. В Казани прошли две игры чемпионата Высшей Лиги Студенческой Хоккейной Лиги Татарстана. Хоккеисты сборной КФУ завоевали две победы подряд. Студентка Поволжской Академии Спорта и Туризма Юлия Пью стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу без экипировки с применением коленных винтов. Мастер спорта международного класса стала обладательницей титула чемпионки мира второй раз. 12 декабря в России отмечается День Конституции. Научная библиотека КФУ провела мультимедийный урок Конституции с применением материалов из фонда президентской библиотеки имени Ельцина. Благодаря ученым из КФУ техническая мысль шагнула далеко вперед. В лаборатории НАО «Оптика-физики» нашли новый способ сверхплотной записи оптической информации. Спорт и право на первый взгляд вещи несовместимые. Но что, если их объединить и привести диктант на тему спортивного права? Так в КФУ проверить свою грамотность собрались не только студенты, но и магистры, преподаватели и даже декан юридического факультета. На мероприятие побывала и наш корреспондент Анна Глазунова. Подробности смотри далее. В стенах Казанского университета состоялся правовой диктант, где принять участие мог любой желающий. Студенты, лаборанты и преподаватели собрались в одной аудитории, чтобы проверить свою правовую грамотность и знание русского языка. И декан юридического факультета не стало исключением. Вооружившись ручкой и бумагой, она своим личным примером показала студентам, что юрист должен не только разбираться в своей специальности, но при этом быть грамотным и образованным. Юридическая профессия, она вообще требует не только правовой, профессиональной такой грамотности, но и элементарной грамотности в знании русского языка. Я считаю, что если мы хотим быть образцом для своих студентов, мы сами должны участвовать в этих мероприятиях, и поэтому всегда призываем преподавателей проверить себя. В роли диктора пригласили вратаря футбольного клуба «Рубин» Сергея Рыжикова, который прочитал текст на тему спортивного права. Выбор на такую известную личность пал не случайно. Неспроста юрфак называют спортивным факультетом с юридическим уклоном. К тому же в 2017 году состоится Кубок конфедерации по футболу. Отдал все, что мог. Так что я старался очень сильно. Я понимаю, что ребятам было тяжело. Оценка людей зависит от тебя. Если ты плохо неправильно продиктуешь, ребята плохо напишут, это нехорошо. Все участники получили сертификаты. А после проверки диктанта лучших наградят на ученом совете факультета ценными призами-сувенирами. А проверять работы участников будет кандидат филологических наук Алексей Бастриков. Текст разрабатывался нашим экспертом. Это Бастриковым Алексеем Васильевичем. Как раз он провел анализ статей по спортивному праву и сделал небольшую выборку. Была компиляция из большого документа в 77 страниц. Поэтому он отобрал именно этот текст, чтобы студенты не смогли списать и найти его в интернете. После написания диктанта в знак благодарности Сергею Рыжикову подарили футболку от юридического факультета с его номером и надписью факультета. Кроме этого, каждый желающий мог получить заветный автограф от игрока Рубина и сфотографироваться на память. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Петровские чтения 2016 вновь вернулись в Казанский федеральный университет. Чем удивляет программа школы-семинара в этом году, узнаешь в нашем следующем сюжете. Петровские чтения в Казанском университете вновь становятся традицией. После пятилетнего перерыва Международная школа-семинар по гравитации вновь проводится в КФУ на регулярной основе. В этом году программа лекций для студентов была подготовлена ведущими мировыми специалистами в области астрофизики. Вы знаете, я с удовольствием слушал и лекционные доклады, которые здесь были. И на самом деле тут ближе к вечеру тут есть такая сессия более коротких докладов, которые более молодые ученые обычно представляют. Она на самом деле тоже очень интересная. Там много есть чего интересного. На самом деле люди развивают очень активно гравитационное направление, космологическое. Что, конечно, связано с тем, что очень большая информация новая, именно экспериментальная, пришла в эту область. Много экспериментов, много телескопов работает. И физика-наука экспериментальная. И астрономия, как ее часть, очень активно развивается в последние годы. Это, может быть, самая активно развивающаяся область. Тематика этой школы задумана так, что обсуждаются, наверное, все самые горячие моменты области, которые есть сейчас в рамках космологии. Это означает, что, в принципе, можно сформировать понимание молодежи, куда двигаться, на какую тему писать гранты, с кем можно советоваться, с кем входить в контакт. Вот это очень важно. История петровских чтений ведет отсчет с 1987 года. Школа-семинар по гравитации для студентов и молодых ученых названа в честь основателя кафедры теории относительности гравитации Казанского университета, выдающегося физика и математика Алексея Зиновича Петрова. Петровские чтения в Казанском университете проводились 22 года подряд. После некоторого перерыва школа продолжила свою работу в 2014-м, уже в зимнее время. В этом году КФУ провел вторую зимнюю школу-семинар «Петровские чтения», которая собрала около сотни ученых и студентов. Немножечко сместился фокус работы этой школы. Если раньше она была больше посвящена общим вопросам теоретической и математической физики, сейчас мы больше в рамках нашей школы обсуждаем вопросы, связанные с астрофизикой, вопросы, связанные с космологией, то есть устройством Вселенной в целом, вопросы, связанные с теорией гравитации и различными проблемами в этой области. И вот уже второй раз мы собираем такую школу. В этом году особенность этой школы в том, что очень сильный и очень интересный состав лекторов. Больше всего меня заинтересовали доклады по гравитации и космологии. Только что мы продуктивно пообщались с профессором Старабинским и с профессором Шинь-Ичи и Науджири из Японии. Я всерьез увлечен всем тем, что происходит здесь. Уровень лекций впечатляет, а скоро я и сам выступлю с докладом. В этом году меня вот сейчас абсолютно пленило открытие школы-семинар, потому что было все так четко, конкретно организовано. Говорилось о больших задачах, которые стоят перед мировой наукой, которые стоят перед Казанским федеральным университетом и которые решаются в рамках программы «Астровызов». Вот это вот меня очень поразило, потому что действительно настолько дерзкая, нормальная, по-хорошему программа, что хочется в ней также поучаствовать. Тем более вот наши тематики совпадают, естественно. Фокус петровских чтений на гравитации был в частности продиктован интересом казанских ученых к этой теме. Исследования гравитации, темной материи и черных дыр проводятся командой ученых КФУ в рамках проекта «Астровызов». Эта новая стратегическая академическая единица стала площадкой для прорывных исследований университета в области космоса. При этом «Астровызов» служит некой междисциплинарной координационной платформой для специалистов различных областей не только из КФУ, но и из других университетов по всему миру. В частности, в команду ученых проекта «Астровызов» входит академик Ран Алексей Старобинский, который также возглавляет в КФУ Центр теории гравитации и космологии. Я считаю, что у нас работа ведет успешно, получен ряд интересных результатов, и эти результаты были как раз вот доотложены на этих петровских чтениях. В частности, этот центр организовал международную школу «Школу семена», которая называется «Петровские чтения 2016». И вот в частности, очень значительное количество докладов на этой конференции как раз и есть результаты, полученные в нашем центре. Руководство Института физики КФУ уже планирует следующий у «Школы семена» по гравитации. Ожидается, что в 2017 году «Петровские чтения» пройдут летом или осенью. У жителей деревни Универсиады появилась уникальная возможность окунуться в сказочный мир Алисы. Да-да, та самая Алиса. Алиса в стране чудес. Все знают эту загадочную сумасшедшую историю 19-летней девушки, которая падает в кроличью нору и оказывается в странном для нее месте, где сюжетная линия разворачивается непредсказуемо не только для зрителей, но и для самих героев. Подробности в сюжете Елизаветы Евтифеевой. 9 декабря театральная студия «Дыл бесконечность» представила премьеру спектакля «Алиса в стране чудес» по мотивам одноименного фильма Тима Бёртона. Игра юных актеров была настолько убедительной, что несмотря на минимум декораций и времени, они смогли передать всю атмосферу воображаемого мира Алисы, которую сыграла первокурсница Института управления экономики и финансов КФУ Наталья Иванова. Ты вернулся! Да не она это! Масквиш привел мне ту Алису! Какая из нее Алиса? Из привычной для Алисы английской реальности «Следуя за кроликом», она попадает в страну, поделенную между сестрами Белой и Красной Королевами, из-за противостояния которых страдает весь мир чудес. Алиса встречает там разных странных существ. Чеширского кота, гусеницу Абсалема, хвастливую мышь, зайца и, конечно же, безумного шляпника, который, в отличие от остальных, уверен в подлинности Алисы. Многие знают сюжетную линию этого произведения и все-таки хочется остановиться именно на самой постановке спектакля, ведь он является плодом большого труда, который проделали режиссеры-постановщики. Это руководитель театральной студии «Бесконечность» Виктория Панина и Ельвина Хадимулина, студентка второго курса высшей школы журналистики КФУ. Ну, в основном все актеры – это у нас новички, непрофессионалы, поэтому была трудность в том, что надо как бы всех собрать, всем объяснить какие-то самые основные такие азы сцены, как нужно себя вести, как нужно тегас говорить. Ну, что касается костюмов и декораций, то мы все это делали сами, то есть костюмерный какой-то, из театральной студии, концертов, нам это ничего не предоставили. Помимо режиссерской задачи, Ельвина справилась и с актерской. Она сыграла одну из главных ролей – Красную Королеву. Такая самая мощная, отрицательная роль, на мой взгляд. Мне она, ну, прям с первого взгляда понравилась. Что касается сходства между образом Красной Королевы и мной, так я могу сказать, как бы в жизни, ну, конечно, нет. А именно на репетиции, то когда вот проходят такие в жестком режиме, то да, просто идентично, наверное, как я кричу обычно. Вот состоялась долгожданная премьера спектакля «Алиса в стране чудес», которая проходила в деревне Универсиада. Зрители собралось столько, что говорят, билеты были забронированы аж за два месяца. Елизавета Ефтефеева, Универ Ньюс. На этом все на сегодня. Не сиди дома, развивайся, ходи на пары и не пропускай ни одного дня своей насыщенной студенческой жизни. Мы встретимся совсем скоро. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!